13-14 главы Деяния апостолов 13 глава Гибель Якова, выход с Петра на свободу, смерть Ирода 13 глава Павел и Варнава направлены в Первое миссионерское путешествие 14 глава Павел и Варнава в Листре, и завершают они Первое миссионерское путешествие или Первый миссионерский поход, возвращаются в Антиохе Дальше очень важная глава, 15 глава Деяния апостолов Бог в свое время послал видение Корнилию в 10 главе и Петру также в 10 главе Бог открывает, широко раскрывает дверь, раскрывает дверь Язычники уверуют в Евангелие, язычники становятся христианами Теперь в церкви и иудеи, и эллины Но что же это значит? И как выстраивать взаимоотношения иудеям и эллином? Ведь эллины и живут-то совсем не так, как иудеи В пятницу на прошлой неделе я ужинал в Будапеште с одним человеком из Индии Он вырос в христианской семье Я спросил его Замечает ли он еще существование кастовой системы в Индии? Помните, что в Индии люди распределяются по группам, по кастам Самая высокая каста — брахманы А нижняя каста — низшая каста — неприкосновенная Это дворники, это люди, к которым близко окружающие не подходят Так вот, я спросил моего знакомого Я говорю, вы христианин А касты — это продукт индуизма Замечаете ли вы касты? Он говорит, да, я еще до сих пор замечаю касты Но не потому, что мы разные в расовом отношении А потому, что люди из разных каст и живут по-разному С ними трудно общаться, потому что у нас и интересы разные У нас дела разные У нас жизненный уклад, и жизненные устои, и жизненные ценности разные Иерусалимская церковь или церковь первого века Встречалась с той же самой проблемой И вот величайший вопрос, который задавался в то время Есть практические проблемы Принимать ли пищу с этими людьми? Есть ли то, что они едят? Или выдавать ли наших дочерей замуж за их детей? Или наших сыновей? Женить ли на них? А как нам общаться с ними? Иудею было трудно подумать о таком И вопрос вот каков Для того, чтобы стать христианином Спрашивает иудей Должен ли язычник сначала стать евреем? Нужно ли стать евреем, прежде чем станешь христианином? Ведь Иисус-то был иудеем, евреем Иисус – мессия Израиля Ведь Иисус – царь иудейский Значит, вполне возможно, вполне нормально ожидать, что Для того, чтобы язычнику стать христианином Ему сначала надо обратиться в иудаизм Именно такие вопросы решает церковь того времени В 15 главе «Деяния апостолов» Церковь проводит совет На этом совете принимаются решения по ключевым вопросам Для того, чтобы Совет собирается для того, чтобы представить аргументы обеих сторон Для того, чтобы разобрать вопрос И для того, чтобы решить, как поступать Итак, первый великий христианский совет Это Иерусалимский совет Происходит он в 15 главе «Деяний апостолов» На нем две противостоящие друг другу группировки Одна из них – иудействующие По большей части они в Иерусалиме Они говорят о том, что спастись невозможно Стать христианином невозможно Попасть в небеса невозможно Поклоняться Богу Израилю невозможно Пока не станешь евреем, иудеем А есть также сторонники Павла Которые проповедуют благодать Они говорят, что Евангелие для всех Человек может стать христианином, не становясь иудеем Это великое разделение В Новом Завете, в послании к Галатам Мы находим одно слово, которое коротко описывает сущность иудаизма Это действие относится к мужчинам, не к женщинам Однако слово это используется для описания духовного опыта и мужчин, и женщин Для слова обрезания Значит, есть группа обрезания Это те, кто говорят, что Прежде чем становиться христианином, надо стать иудеем А эта группировка называется, как раз, иудействующие О ней говорится в первом стихе 15 главы Деяния апостолов Если не обрежетесь, если не будете обрезаны То не спасетесь, иными словами Вы должны быть привержены иудейскому закону и иудейским ритуалам Тогда только вы сможете спастись Павел и Варнава спорили с этими людьми Вот как раз по вопросу о спасении Среди прочего они говорили Смотрите, ведь язычники уже стали христианами Они уверовали У них действующая, действенная вера Они получили Святого Духа Они получили крещение Так что вопрос решен Это христиане Они в семье, они часть нашей семьи Они не стали сначала иудеями Павел и Варнава Рассказывают Иерусалимской Церкви Рассказывают Иерусалимскому Совету О том, что произошло Они говорят о тех великих делах, которые совершил Господь Среди язычников во время первого миссионерского похода Однако все равно некоторые остаются непреклонными Помните, что Павел был фарисеем В пятом стихе Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси Или те фарисеи, которые стали христианами Они восстали и говорят «Нужно обрезать», что должно обрезывать язычников Все старейшины, все пресвитеры, все апостолы Собрались вместе для того, чтобы обсудить этот вопрос Петр, который получил видение в 10 главе Деяния апостолов Петр, который знал, что произошло с Корнилием Петр, которому Бог лично открыл, что Язычники теперь принимаются с распростертыми объятиями И в христианскую семью Петр в миссионерскую поездку с Павлом и Варнавой не ходил Я думаю, что сейчас все ожидали решения Петра Потому что его принимают, признают как главного высшего из апостолов И Петр говорит, что язычники сопричастны к нам в Евангелии Седьмой стих Язычники услышал Евангелие и уверовали Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам И не положил никакого различия между нами и ими Верою, очистив сердца их То есть не по закону Моисея Не по нашему закону послушанию А по послушанию Иисуса Христа Исполнившего закон на кресте Именно таким образом мы получили спасение Именно таким образом нам прощаются грехи Он говорит Зачем вы заставляете Язычников Исполнять закон Моисея При том, что вы хорошо знаете, что ни мы, ни наши прародители Не могли полностью исполнить закон Моисея Мы спасены по благодати Они спасены по благодати К этому приходит Петр в 11 стихе Именно об этом он и говорит Теперь встает Яков Кто такой Яков? Какой Яков? 13 стих Это не тот Яков, который был одним из учеников И который умер в 12 главе Которого убили в 12 главе Это сводный брат Иисуса Христа Сын Марии Иосифа Христиане спорят по поводу того Были ли у Марии другие дети Римско-католическая церковь И, насколько я понимаю И православная церковь Хотя я в этом не уверен Но уж точно римско-католическая церковь Проповедует вечную девственность Марии Что у Марии Иосифа никогда не было обычного брака Мы, протестанты, считаем Что Мария была девственницей Во время рождения Иисуса Христа Но после рождения Иисуса Христа У Марии Иосифа был настоящий нормальный брак И были другие дети В частности, Яков В Новом Совете есть даже место Где называются по именам братья Иисуса Христа Яков и Иуда Названа также и одна из сестер Иисуса Христа Римско-католическая церковь говорит Нет, нет, нет Это двоюродные братья и сестры Это не родные братья и сестры Мы же считаем, что это родные братья и сестры Хотя среди христиан по этому вопросу идут споры Мы, протестанты, считаем Что это Яков, который Сводный брат Иисуса Христа И именно этот Яков Становится как бы пастором В Иерусалимской церкви Он очень влиятельный человек Очень авторитетный человек Уже высказались Павел и Варнава Уже высказался Симон Петр И Яков, который проводит этот совет Который живет в Иерусалиме Теперь пришла и его очередь Говорить Он начинает с цитаты из Светхого Завета Он показывает на основе Священного Писания Что язычники имели долю в плане Божьем С самого начала 15 глава, 17 стих Чтобы взыскали Господа прочие человеки И все народы, между которыми Возвестится имя Мое Говорит Господь В 19 стихе Он говорит Вот каково Мое решение Не затруднять Обращающихся к Богу из язычников Но все же Некоторые вещи, некоторые моменты Настолько обидные и неприятные для иудеев Что мы попросим язычников От них воздерживаться Здесь перед нами довольно трудная часть Довольно трудно разобраться Что же здесь такое происходит Потому что Упомянуты три вещи Яков говорит Смотрите У вас, язычников, есть три привычки Во-первых, вы едите мясо Которое приносилось в жертву От которого приносили в жертву Идолам Во-вторых Вы едите мясо с кровью То есть едите удавленину И в-третьих Вы блудите Вне брака Занимаетесь половыми связями Вне брака И мы вас просим От всего этого воздерживаться А вот вопрос Означает ли это Что мы не должны Есть мясо с кровью Но если можно есть мясо с кровью Так может быть Можно и интимную близость Вне брака Что же происходит здесь Иерусалимский совет В этот момент Не формулирует Правил поведения Для всех христиан На все века Знаете, почему мы об этом говорим? Потому что в первом послании Коринфянам Апостол Павел Конкретно скажет Что совершенно не важно Едите вы от идола жертвенного Или нет Дело не в этом Важно, что люди обижаются Оскорбляются Но для вас в духовном плане Это совершенно не важно Что же касается блуда То он запрещается Пресекается И во многих Многих других стихах Мы с вами не используем 15 главу Деяния апостолов Для того, чтобы понять Что нам сегодня можно И чего нельзя В Новом Завете Предостаточно заповедей Которые определяют Наше поведение Поведение Христиан Из язычников Но в этой ситуации Когда христиане Присоединяются К преимущественно Иудейской церкви Да, сегодня Сейчас у нас уже Церковь практически Из язычников Сегодня иудеев Церкви очень и очень мало Кто-то из нас Может быть всю жизнь Было Остается членом Поместной церкви Где иудеев нет вообще В первом веке Было иначе Церковь была Преимущественно Из иудеев Можем ли мы Христиане Заниматься блудом Нет, конечно Не можем Можем ли мы Есть мясо С кровью Да, можем Как мы это решили? Мы решили это На основании Нового Заветного Контекста Однако разобраться В этом Довольно трудно Довольно нелегко Когда мы с вами Только-только Подошли к Деяниям апостолов Не сегодня А на одной Из предыдущих бесед Мы с вами Уже ставили Вот эту проблему Ставили этот вопрос Вопрос вот в чем Есть Предписание Или заповедь Сходящее Из уст Иисуса Христа Или заповедь Которая дана нам Через послание Через апостолов В Новом Завете Заповедь Или предписание Совершенно очевидно Его надо выполнять А что если перед нами Описание Описание того Как поступали Верующие Христиане В первом веке Это не предписание Не заповедь Просто некое наблюдение Того Как было у них Значит ли это Что мы должны поступать Так же как они Например Христиане Сегодня Некоторые христиане Сегодня Говорят о том Что церкви Должны собираться Только по домам Почему Да потому что В первом веке Были собрания Христиан по домам Церкви были только По домам Домашней церкви Да Бог может Благословить Домашней церкви И Бог благословляет Домашней церкви И может быть Вас Господь Призовет поклоняться В домашней церкви Или основать Домашнюю церковь Ничего плохого В домашних церквях Нет Но нельзя говорить Что мы должны Встречаться Собираться Только в домашних церквях Потому что Нет заповеди Собираться Только в домашних церквях Это лишь Описание Это не предписание Описание Не требует От нас Такого послушания Как заповедь Или предписание Почему они встречались По домам Но потому что Они не могли Позволить себе Строить церкви Потому что Во многих случаях Даже если бы деньги были Строить церковь Было опасно Незаконно Это было против закона Тогда Светские власти Точно знали бы Где они находятся И могли бы прийти И сделать им зло Большое дело Начинается С малого пожертвования И пятью хлебами Можно накормить Пять тысяч человек Поддержите наш проект Молитвой И финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете узнать На сайте 3wtvseminary.com Тот факт, что христиане Первого века Встречались только В домашних церквях Никак не определяет Наше сегодняшнее Богопочитание Так что здесь Нужна осторожность Особенно, когда мы видим Описание Или предписание В Деяниях Апостолов Нужно разобраться Что же это Описание или предписание Относится оно К нам или нет Лично я Не считаю Что Просьбы С которыми Иерусалимский Совет Обратился К язычникам Каким-то образом Относится к нам Вывод К которому Они пришли Очевиден Для того, чтобы Стать христианином Не требуется Становиться иудеем Вот что происходит В 15 главе Деяния Апостолов И они пишут письмо Официальное письмо Они обращаются К христианам Антиохи Мы понимаем Что некоторые Люди из Иерусалима Докучали Вам Требуя, чтобы Вы соблюдали Иудейский закон Мы хотим Вам сказать Что мы Такого От вас Не требуем Они Представляют Лишь собственное мнение Но никак Не наше Говорят Апостолы Наша позиция Такова Не становитесь Иудеями Вы не должны Становиться иудеями Но при этом Воздерживайтесь От блуда Воздерживайтесь От идоложертвенного Или удавленены Потому что Все это Очень и очень Обижает Евреев Потому что Не могут Евреи Оставаться в одной Церкви с язычниками Которые Все это делают Павел Будет говорить Об этих принципах В первом послании Коринфянам И будет говорить О сильном брате И слабом брате Слабому брату Неудобно Если вы не Исполняете Определенных правил Сильный В вере Брат Понимает Свою свободу По вере По благодати Быть свободным Не значит Отказываться От соблюдения Заповедей Мы исполняем Все заповеди Что же такое Благодать Благодать Указывает На то Что спасаемся Мы Не по исполнению Правил Мы получаем Прощение Прощение Дарованное Богом Потому что Мы не можем Исполнять закон Но благодать Дает нам силу Исполнять Заповеди Божия Поступать так Как хочет Бог И в Новом Завете Есть не только Благодать Но есть и закон Заповедей В Новом Завете Немало Новозаветные заповеди Даже тяжелее Ветхозаветных Потому что Касаются они Касаются они Нашего внутреннего Состояния В Ветхом Завете Говорится Не прелюбодействуй В Новом Завете Сама мысль Может быть Прелюбодейной В Ветхом Завете Не убей В Новом Завете Даже не сердись На ближнего своего Это намного Сложнее Мы, христиане Живем под благодатью Однако Все равно От нас ожидается Послушание Определенным законом Мы не можем Делать всего Что хотим Но при этом Мы стали христианами Не потому что Исполнили закон Мы стали христианами Не по собственному Послушанию А по послушанию Иисуса Христа Это совершенно Иной принцип И Наверное Нужна всю жизнь Для того что По-настоящему Принять благодать Думать Размышлять по благодати И действовать По благодати Потому что Все мы По большому счету Законники Желающие заслужить Наше спасение Об этом говорит Весь Новый Завет Именно об этом Христиане Иерусалима Написали Христианам Антиохи Итак Они отправляют Это письмо Об этом В 30 стихе Христиане Антиохи Получают письмо 31 стих Они очень И очень Счастливы Возрадовались Это письмо Доставляет Иуда И Сила О Силе Мы поговорим Несколько позже Иуда возвращается Домой В Иерусалим Сила остается В Антиохе 33 И затем 34 стихи Мы читаем Также о том Что Павел И Варнава Оставались В Антиохе Они учили И проповедовали Слово Божие Слово Божие Слово Божие Слово Божие